Вам пришла неожиданная посылка, причем от незнакомого человека из страны, где у вас нет друзей. Именно в такой ситуации оказалась одна рижанка. Мы решили разобраться в странной ситуации. Для меня это было удивительно, потому что мне давно никто не посылает посылок. И тут на днях посылка. И прямо домой. Лишь расписавшись квитанцией, Татьяна обратила внимание на имя и адрес отправителя. Оказывается, посылка пришла из Казахстана. От некого Далияра Жансанбаева. Татьяна с таким человеком не знакома. Стало любопытно. Оказалось, что там находятся три упаковки мыла. В каждой упаковке по четыре кусочка мыла тоже упакованы. Сверху написано «эко». Никаких дополнительных записок, ни объяснений. Абсолютно ничего не было. Но больше всего меня поразило, что внутри лежала вот такая бумажка. И там практически все мои данные. Внутри посылки был лишь ток с именем и фамилией Татьяны, а также ее адресом, номером телефона и логином, который она использует для входа в электронную почту. Меня, конечно, напугала больше всего этой бумажкой и невидоумение вызвало мыло. Я ни у кого ничего не просила. Ну, это вообще странно, конечно. Помимо обратного адреса на упаковке указан телефон отправителя. Однако все наши попытки с ним связаться окончились без результата. Откуда у отправителя могли быть личные данные? Татьяны в полиции не делают предположений. Но говорят, что за последние годы жалобами на подозрительные посылки к ним никто не обращался. Если человек получает незнакомую посылку, первое, на что надо обратить внимание, знает ли он отправителя и вообще указан ли отправитель на посылке. При возникновении каких-либо сомнений или опасений лучше посылку не открывать, а сразу обратиться в полицию, чтобы проверить, нет ли в ней чего-то опасного. Татьяна в полицию обращаться не стала и теперь не может решить, что делать с присланным из Казахстана мылом. Выпросить жалко, а использовать страшно.